здравствуйте дорогие друзья подписчики и подписчицы и случайные зрители я рад снова вас приветствовать на канале пара и это видео посвящено рыбке барбус ромбоцилатус барбус ромбоцилатуса еще называют барбус ромбополосой или ромбовидной большой странностью для меня является тот факт что эта рыбка не пользуется большой популярностью у любителей аквариумистов возможно это связано с тем что их редко можно встретить в продаже в отличие от например от барбуса суматранского но при этом они просты в уходе и содержании однако говоря про барбус ромбоцилатуса стоит начать с его естественной среды обитания ведь они встречаются только на юге острова калимантан индонезийской части острова барнео живут в реках и торфяных болотах предпочитая при этом густую водную растительность это важно учитывать при создании качественных условий содержания в аквариуме первым и важным вопросом является объем аквариума случае с этими барбусами нужно отталкиваться от количества рыб максимальный размер при этом ромбоцилатуса 5 сантиметров исходя из того что это стайная рыбка нужно учитывать то что их содержат по 5 10 особей на стайку из 10 этих рыб минимальный объем аквариума 50 литров но это предельно минимальный объем и желательно чтобы аквариум был больше содержание стайки благоприятно скажется на их поведение и окрасе казалось бы причем тут окрас а дело тут вот в чем стайки обязательно будут и самцы и самки естественно в охоте за самками самцы будут конкурировать между собой основная конкуренция между ними в яркости окраса по этой причине рыбки будут очень здорово смотреться в аквариуме яркость окраса будет на пределе возможностей также эти рыбки в стайке будут менее пугливы и будут чувствовать себя защищенными будут чувствовать себя в безопасности из оборудования обязательно понадобится компрессор и фильтр а для тех у кого помещение прохладное то и обогреватель так как температура в аквариуме не должна быть ниже 25 градусов но и не более 28 сама вода должна быть слегка кислой и конечно при уходе за этими рыбками не забывайте про еженедельную подмену воды ведь они любят чистую воду в начале этого видео я говорил о том что барбус ромбоцилла тут живет в торфяных болотах вода в таких болотах темного цвета как чай при желании можно подобные условия воссоздать дома с помощью коряк и листьев некоторых деревьев если вы хотите чтобы вода была прозрачной то побалуйте бару за хотя бы густой растительностью в аквариуме лучше всего для этих рыб выбирать грунт диаметром от 3 до 7 миллиметров хотя особого значения это и не имеет единственный нюанс на который стоит обратить внимание это цвет грунта так например для аквариума в детскую комнату многие родители покупают цветной грунт на таком грунте барбусов ромбоциллатосов почти не видно он их если может так выразиться размывает а темный натуральный грунт наоборот является хорошим фоном на котором барбусы выделяются своей яркостью окраса в отличие от других видов барбусов фромбоциллятусы особенно в стайке ведут себя очень мирно и их можно содержать с мирными рыбками самое главное чтоб соседи были схожего размера и не помещались в рот это могут быть как гурами так и взрослые дани урерио хорошо уживаются почти со всеми видами самов улитками вьюновыми а иногда можно предложить и растительную пищу еще одним плюсом барбусов ромбоциллятусов является неприхотливость в кормлении они всеядны хорошо едят промышленные сухие корма в хлопьях чипсах и мелкий гранулированный корм но не стоит увлекаться одной только сушкой периодически необходимо давать замороженные и живые корма например мотыль дафния артемия и так далее иногда можно предложить и растительную пищу крапиву или листья салата а если вы вдруг забыли покормить этих рыб не волнуйтесь они будут обедать водорослевые обрастания на камнях и других поверхностях в общем и целом они голодными не останутся барбусы ромбоциллятусы неплохо размножаются в неволе особенно если вам действительно хочется получить мальков для разведения желательно отдельный аквариум температуры воды около двадцати восьми градусов производители перед нерестом откармливают белковой пищей и самцов от самок лучше держать отдельно за день до посадки в нерестовик кормить не стоит к этому времени в нерестовик необходимо установить фильтр и лучшим вариантом будет аэрлифтный фильтр его можно сделать своими руками как это сделать покажу в следующем видео на нерест можно сажать и пару самца и самку и сразу стайку на ваше усмотрение учтите одну важную вещь барбусы склонны поедать икру поэтому будет идеальным вариантом установить мелкую сетку на дно аквариума после того как появится икра производителей можно убирать уже через 24 ну максимум 36 часов появляются личинки а через 3-5 дней мальки начинают плыть в качестве первого корма идеально подходит инфузория туфелька как ее получить уже есть одно видео на канале пар когда молоть подрастет можно давать корм типа стартер ну или на упле артемии помните о том что размер корма должен быть примерно с глаз рыбки ну вот пожалуй и все что я хотел вам рассказать про эту красивую рыбку прошу вас дорогие зрители поделитесь в комментариях своим опытом содержание этих рыб дополните своими ответами это видео обязательно ставьте палец вверх всего вам самого доброго и до новых встреч в новых видео на канале пар до свидания обязательно подписывайтесь на наш канал подписывайтесь на наш канал Субтитры сделал DimaTorzok